Число алкоголиков в Сочи ниже среднекраевого уровня, но это не повод расслабляться. В борьбу с пьянством вовлечены не только правоохранительные органы, диспансеры, но и общественные организации. На муниципальном уровне координируют работу по профилактике правонарушений специальные территориальные комиссии. Есть пример. Тот же самый территориальная комиссия по профилактике Краснополянского сельского округа. Там действительно все это поставлено на хорошем уровне, хороший опыт. И мы проводили мастер-классы и показывали, как это должно быть. Но, повторю еще раз, не восприняли. Тут же не просто покричать «да» или поодобрять меня. Тут же надо взять и это делать. Надо делать, чтобы комиссия работала, надо делать, чтобы полиция привозила на эти комиссии. Надо делать так, чтобы были там доски позора. По данным наркологического диспансера с диагнозом «синдром в зависимости от алкоголя» в Сочи на 1 января состояло 3010 человек. Результат работы за полгода почти на 500 меньше. Тем не менее, необходима системная работа. Если мы хотим с этим побороться, то нужны реальные шаги. Реальные шаги лечения, беседа с семьей, согласие членов семьи, поддержка со стороны членов семьи, со стороны родственников. Далее, трудоустройство. Этим должна заниматься комиссия уже в городе, при моем даже участии, трудоустраивать. Либо по-другому ничего не произойдет. Есть и положительные тенденции. Снизилось количество преступлений на бытовой почве, совершенных пьяными. Решено проводить больше профилактических мероприятий и усилить работу с молодежью. Так, летом специалисты встречаются с детьми в рамках проекта «Площадка нашего двора» и в доступной форме объясняют вред алкоголизма и курения для молодых организмов.